Всем привет! У нас сегодня 18 декабря, воскресенье. Наконец-то выехали на рыбалку, мороз сегодня у нас 28 градусов, ветерок 4-5 метров в секунду, вот наши рыбаки, здесь у нас сегодня Саня рыбачит, сын у Николая, вот он он сидит, Коля покажись, помаши папе ручкой, ну он занят пока, удочку разматывает. И Валера, ну и конечно тот, кто за кадром, это ваш Санечка. Вот такая вот у нас сорога сегодня клюет. Ну клев такой могу сказать не сильно шибкий, где-то раз в минут 10 поклевочки, но сорога приятная, такая грамм по 300 точно будет. Сидим в палатке Снегирь, вот она такая палатка, там мы видим у нас аккумулятор, к которому подсоединен наш свет, вот он он, вот такой вот у нас светильничек. Это все у нас сделал Николай, вот он уже пьет чай. Ну, а дальше мы посмотрим, как у нас клюет. Сегодня ловим на манку, ловим на червя и на барыша. Да. Не спеши, не спеши, не спеши. Все будет хорошо. Вот она первая поклевочка и Саня вытаскивает вот такого вот окушка. А, он клюнул у него на парыша, молодец. А ловит он вот на такую вот мормышечку. Вот такая у него мормышка. И вот такая вот у него мормышка. Вот и Коля у нас обрубился. Вот такая вот у нас сирога клюнула. Извините за качество съемки, потому что, как говорится, рыбачим в полумраке, свет желает лучшего. А на улице солнце у нас уже не выходит, поэтому такая вот темнота. Ловим на реке Печора. Глубина примерно где-то метр семьдесят. Место называется Удачино. Приехали мы сюда на машине Нива. Добирались примерно где-то около часа. И посмотрим, будет ли нам удача или не будет. А так, приятно. Давно уже не был на рыбалке. Да, примерно где-то месяц точно. Приехали на место примерно где-то часов в девять утра. Здесь уже было две палатки, две машины, на которых, видать, люди приехали. Когда подошли к одной палатке, то увидели, ну, примерно где-то штук пятьдесят, наверное, с оружием. А вот у второй палатки, там уже, наверное, больше двух сотен. Ну, немножечко поговорили с ними. Оказывается, они рыбачить начали с пяти часов утра. Хотя, получается, они часа где-то в четыре-три выехали для того, чтобы доехать на это место и начать рыбачить. Ну, мужики говорили, что когда они приехали, на этом же месте стояла палатка, в которой сидели мужики и рыбачили всю ночь. Так вот, они поймали, у каждого было где-то по полмешка, как они говорят. Вот, а их четверо человек. Ну, что ж, посмотрим, как у нас будет клевать. Пока, вроде бы, неплохо. Сейчас я взял с собой манку вареную. А так, все время ловим на болтушку. Ну, и, конечно же, взял с собой крупу. Манку, засыпал, как говорится, в банку и взял ее с собой. Все-то она ничего. Крупа есть. А вот, чем мешать, нету. Ну, что ж, пришлось одеваться, выходить на улицу, идти к первым деревцам, ломать палочку и, как говорится, начинать мешать болтушку. Ну, как мешать болтушку, вы уже все знаете прекрасно. А мне это пришлось делать именно на самой рыбалке. Мешать ее, сами знаете, примерно где-то минут сорок. На что мне пришлось, как говорится, и потратить это время. Пока я вымешивал болтушку, у ребят разыгрался такой клев, что я думаю, что она ему не понадобится. Но, на всякий случай, смотрите, я вот на месте, прямо на самой рыбалке, вымешиваю болтушку. Болтушка замешана, заправлена в шприц и начинаем ее насаживать на мормышку. Я ее накручиваю вот таким вот способом. Сначала через цевьё, а потом вдоль самого крючка. Посмотрим, как будет ловиться. Хотя, сразу могу сказать, камера направлена только на ребят, это на Колю и на Валеру. Но, в мою сторону, чисто невозможно. Поэтому, смотрите и наслаждайтесь их рыбалкой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Обогревает нашу палатку шмель отечественного производства, купленный мною, кстати, 20 лет назад. И все еще работает и в хорошем... О, кстати, кстати. Рекомендую всем брать вот такие вот кошелки. Видите, они чисто в магазинах. Люди в них продукты носят. Но очень хорошая вещь. Серьезно говорю, очень хорошая вещь на рыбалке. Во-первых, у вас рыба не будет разбрасываться во все стороны, а будет собираться только в одном месте. Из нее очень легко пересыпать, не знаю, в пакет, в мешок, в авоську. И при этом вы не запачкаете руки, вам не нужно будет собирать ее, когда она выскальзывает из рук и так далее и тому подобное. Серьезно, рекомендую вам брать именно эти кошелки с собой. Даже летом, я помню, их брал с собой. На удочку, когда рыбачишь, туда рыбу бросаешь. Превосходно! Серьезно говорю, превосходно! Ну что ж, время уже 4 часа дня. И нам пора домой. До свидания! До новых встреч!